Всем привет, меня зовут Илья. Давненько меня не было на ютубе, почти месяц. Так получилось, что я заболел и занимался своим здоровьем, было не до видео, было тяжело этим заниматься, поэтому я решил взять небольшой перерыв, период накопления, период накопления, творческого накопления, период поиска вдохновения, если вы понимаете о чем. И возвращаемся мы на ютуб с видео про четырехструнные басы. Сегодня в этом видео мы с вами разберемся, в чем преимущество, в чем плюсы, в чем фишка, в чем фича четырехструнного баса, какие у него есть плюсы по сравнению с пяти и шести струнами. Ну, в ютубе, я думаю, что каждый из вас знает, много видео про пять струн, про шесть струн, про акустические басы разные, но про четырехструнки, про классику, вот такую вот классику четырехструнных басов никто не снимает, вроде бы как бы, ну, понятно, канон, классик, что об этом говорить. И сегодня мы как раз в такой виде снимем, разберемся, в чем, почему, как, зачем использовать четырехструн, почему четырехструн все-таки является более популярным, более массовым, по сравнению с пятиструнным инструментом и шестиструн. Когда я купил, кстати, этот инструмент в начале этого года, были такие комментарии, типа, вот, зачем тебе четыре струны, уже все играют на пятиструнках, это круче, это моднее, там, ты же вроде нормально играешь. Вот такое вот все. И как бы у меня родилась как раз идея в голове. Во-первых, я сам подумал, осознал и нашел эти причины, почему четырехструнка для меня является в приоритете. И в чем она круче. На мой взгляд, опять же, это будет мое мнение. В общем, сегодня попробуем разобраться, все по пунктам, все по цифрам. Но это не просто будет, мы не просто будем говорить, мы сегодня поиграем крутые риф-очки, сегодня будет Primus, сегодня будет RHCP, последний альбом, я его послушал, пока я плохо расслушал, так по верхам поснимал, будет чуть-чуть с последнего альбома. Мне вообще надо много времени, чтобы расслушать и понять альбом, но пока что он мне нравится. И пока вот то, что я снял, сегодня будет в этом ролике, мы поиграем, естественно. В общем, заваривайте чаек или берите бас в руки, начнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цифра номер один. Дружелюбие к новичкам и ко всем тем, кто хочет прикоснуться к миру бас-гитары и освоить этот замечательный инструмент. Очевидно, что выбрав классический четырехструнный вариант, вам будет понятней, вам будет проще освоить основные технические, базовые и теоретические основы игры. Опять же, к примеру, у меня на Boosty бывает спрашивают момент, как заниматься переходом большого пальца, потому что у новичков большой палец правой руки вызывает тревогу, и, как правило, он статичный и не двигается. Но, как я рассказывал в предыдущих видео, три позиции надо базовые знать. Это третья струна, четвертая и на датчике. В данном случае, например, я не опираюсь на датчик, у меня большой палец всегда висит в воздухе. Но для меня все равно это три позиции. Воздух, четвертый и третий. Вот этот банальный переход и понимание вот этой техники правой руки на четырехструнном инструменте вы достигнете быстрее, чище, и быстрее придете к хорошему результату, нежели чем пять и шесть струн. Поэтому для новичка это будет лучший вариант. Это один из примеров. Опять же, четыре струны технически проще, чем пять и шесть струн. Проще играть чище, проще играть ровнее и удобнее. Вы, если вы новичок, вам будет тяжело банально следить за пятой струной, следить за первой струной. Да вам это и не надо. Вы будете тратить ресурс, тратить энергию. И к тому же, это может стать даже каким-то непреодолимым препятствием к чистой, хорошей игре. То есть, как барре, знаете, вот на гитаре люди доходят до барре. То же самое с пятиструнами. На пятиструнах игра чисто сложнее гораздо, чем на четырехструнках. В общем, если вы новичок, освоение базовых элементов техники, освоение базовых элементов теории, игра гамм, игра упражнений технических, конечно же, будет удобнее и проще, нежели пять и шесть. К тому же, 90%, 95% даже больше всех учебных пособий, материалов, школ, гайдов на ютубе – это четырехструнный баз. И, естественно, вам будет понятней суть вопроса, если у вас в руках будет такой же четырехструнный баз. В общем, первая цифра, первый пункт. Если вы новичок, конечно же, четыре струны для вас будет лучшим выбором. Хотя я начинал с пятиструн, и я считаю, что это в какой-то степени меня немного затормозило. И потом я все равно вернулся к четырехструнным. Но это уже другая история. Цифра номер два. На четырехструнной бас-гитаре проще звучать хорошо и чисто по сравнению с пятью и шестью струнами. И это не касается даже новичков, абсолютно нет. Это касается всех. Вообще, даже профи, даже для профи нужно затрачивать усилия, энергию, скилл, чтобы играть на пятиструнке, скажем, чисто. На четырехструнной бас-гитаре вы меньше отвлекаетесь на технические моменты, и у вас освобождается энергия, ваш творческий потенциал направлен на музыку, на творчество, на созидание, на любовь и доброту. В большей степени, нежели на том, как бы пятая струна не завелась бы у меня, что-то не скрипело, вот эти переходы, позиции, все это контролировать. Это не просто какие-то слова. На самом деле, на пятиструнке играть, даже у профи бывает часто грязь в игре, потому что пятиструнка это довольно сложный технический инструмент, в отличие от четырехструн, который вы можете меньше, даже особенно на сцене, когда вы можете больше эмоций выдавать и меньше отвлекаться на технику. Поэтому на четырехструнке звучать чище, проще. Цифра номер три, конечно же, слэп. Кто бы что ни говорил, на четырехструнном инструменте играть слэпом проще, приятнее и удобнее. А если вы новичок, а хотите освоить слэп, то, конечно же, самое логичное, на мой взгляд, это выбрать четырехструнный инструмент. Опять же, все те же причины. Вы меньше тратите энергии на технику, на глушение вот этой пятой струны, тем более она в слэпе не так часто используется, но при этом вы ее будете редко использовать. Но надо ей все равно уделять внимание, в любом рифе, даже если вы не играете на пятой струне, вы должны ее учитывать и глушить ее, сделать на ней акценты, точки, глушение, ставить, когда надо руку в определенный момент времени, метронома, песни. В общем, вы должны об этом думать. А если вы об этом не думаете, то вы будете не понимать, но у вас будет лезть грязь, какой-то фон, гудение, ваш бас будет гудеть, не будет качать. В общем, все скажут, что все звучит ужасно. В общем, опять же, звучать слэпом на четырехструнном инструменте хорошо проще. Недаром все топовые слэперы используют четырехструнный бас. В общем, здесь очевидно, я думаю, что понятно. И тут даже одна из причин, конечно же, расстояние плюс между струн, на четырехструнке чуть-чуть побольше. Играть, например, те же октавы проще будет, запоминать эти движения будет проще, проще играть быстрее на четырехструнном басу. Опять же, вот эти базовые моменты, октавы. Конечно же, когда вы берете в руки четырехструнный инструмент, вот, например, после пятиструнки, у меня такое было, я беру четырехструнку, у меня слэп просто сам играет. Просто руки сами встают куда надо. Настолько четырехструнка для слэпа, так скажем, адаптирована. В общем, третья цифра слэп, я думаю, что никто со мной спорить не будет. А если будете спорить, пишите в комментариях. Цифра четыре. Большая массовость и распространенность в сравнении с пятью и шестиструнными вариантами бас-гитар. На мой взгляд, это плюс. Сейчас попытаюсь объяснить. Тут банальная математика. Чем больше у вас вариантов, чем больше у вас выбора, соответственно, отсюда вытекает то, что вам не то, что проще, но возрастает шанс того, что вы сможете найти инструмент именно для себя. Инструмент, который вам подходит по всем параметрам. Потому что выбор больше, соответственно, шанс возрастает, что вы можете подобрать под себя, нежели когда выбор ограничен. Соответственно, тут, опять же, тем больше шанс того, что какие-то хорошие предложения, более низкая цена будет. В общем, есть еще повыбирать с четырехструнки, в отличие, например, от пять-шесть, которых на рынке представлено меньше. Поэтому здесь однозначно плюс копилку любителей четырехструнных инструментов, потому что выбор у вас будет, конечно же, больше. И под свои цели у вас больше шансов подобрать хороший инструмент. Цифра номер пять. Скажем, если вы ютубер или блогер, снимающий какие-то обучающие ролики игры на бас-гитаре, или развлекательные ролики, посвященные бас-гитаре, или, например, вы педагог, дающий частные уроки игры на басу, или в онлайне, или в оффлайне, то вам здесь будет полезно мейнить именно четырехструнный инструмент. Для вас он будет в приоритете. Почему? Объясняю. Потому что новички в основном выбирают, естественно, четырехструнный бас, и к вам будут приходить люди с четырехструнными басами в большей степени. И смотреть ваши ролики тоже будут люди в большей степени, играющие на четырехструнном басу. Просто потому, что этот инструмент популярнее, более массовый и более понятный. Соответственно, все, что вы будете делать в своих видео или на своих уроках на четырехструнной бас-гитаре, это будет более понятно людям, которые по другую сторону учатся у вас. Поэтому, опять же, если у вас какая-то блогерская деятельность или педагогическая деятельность, то мейнить четырехструнный инструмент для вас будет гораздо полезнее. И более того, полезнее для тех, кто обучается на ваших роликах. Потому что, опять же, повторюсь, основная масса – это четырехструнные инструменты. И им все это будет понятно. Все ваши, так скажем, передвижения пальцев по бас-гитаре, все ваши игры на четырехструнке будут им понятнее, и они быстрее достигнут результат. В общем, это цифра номер пять. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и, наконец, пару слов о недостатках и неудобствах четырехструнного инструмента. Конечно же, я шучу, нет никаких недостатков, нет никаких неудобств. Четырехструнка – это канон, это классика. Это все равно, что искать недостатки у скрипки. Но есть несколько моментов, несколько нюансов, о которых я хочу рассказать. И я часто слышу мнение, и оно, наверное, справедливо, о том, что на четырехструнном инструменте не хватает низкой ре. Какие ваши доказательства? То есть, самая низкая ре, которую мы можем взять на четырехструнке – это третья струна, пятый лад. Вот эта нота ре. И четвертая струна, десятый лад. Вот это самая низкая ре. Согласитесь, не особо она и низкая. И я могу с этим согласиться, если мы не дропаем четвертую струну на тон ниже, то это самая, получается, низкая нота ре. Ну, не все согласны на дроп, не все хотят этим заниматься. Поэтому это можно сказать, что есть такой нюанс. Давайте посмотрим на деле, как это работает и что имеется в виду. В начале видеоролика я играл риф группы Primus, песня DMV, в которой Лес Клейпул играет тэппингом, обыгрывает аккорд ре. Он использует шестиструнный инструмент в оригинале, и на лайвах у него шестиструнный инструмент. Ну, а он сначала использует во вступлении, играет этот риф, и тонику аккорда ре он берет на четвертой струне десятого лада. Это вот здесь вот. Соответственно, дальше он во вступлении выбивает в своем излюбленном стиле ударный стиль, выбивает ноты правой рукой, ноты аккорда. Здесь обыгрывается уменьшенный аккорд. Давайте посмотрим, как риф звучит в медленном темпе. Вот таким вот образом он выбивает этот аккорд ре. Он играет так во вступлении, но когда начинается песня, начинается куплет, он переходит на ре низкую, на пятый, точнее на шестой струне шестиструнного баса, на самый толстый. И здесь очень важный момент. Это другая уже становится аранжировка. Это другое настроение, другая песня. И здесь стоит признать, что пять и шесть струн, в данном случае пятая струна, у нее есть, у пятиструнного инструмента или шеструнного есть больше вариантов аранжировки баса. Это действительно так, и иногда это важно. Например, в таких моментах, когда нужно от куплета, от вступления перейти в куплет, меняется аранжировка, меняется звучание. Хотя вроде ноты те же, он просто берет на октаву ниже еще это ре, играет тот же риф абсолютно, но меняется аранжировка. Это другая аранжировка, другая партия. И настроение, соответственно, меняется. Соответственно, больше красок, больше диапазона. А на этом сегодня все, дорогие друзья. Вся инфа на сегодня. Спасибо за просмотр, что потратили время. Надеюсь, вы чуть-чуть хотя бы вдохновились, позанимались. Хорошие рифочки были сегодня полезные. Рекомендую всем позаниматься. Нотное приложение будет на Boosty, проходите. Также на Boosty я отвечаю на все вопросы, в сообщениях для моих подписчиков, на любые темы по обучению, по технике, по игре, по импровизации. Я отвечаю на YouTube. Я не так часто отвечаю, так как я сильно ограничиваю свое время пребывания в соцсетях. И, соответственно, я не могу уделять всем времени. Поэтому на YouTube в комментариях я отвечаю редко, потому что редко провожу время сейчас в соцсетях. Но на Boosty у меня оповещение, прямо в телефон на Telegram приходит оповещение, например, пришло сообщение. Я отвечаю быстро, поэтому, кто хочет, можете заходить, подписываться. Там будет, опять же, нотное приложение к этому видео и много уникального еще материала по импровизации, еще дополнительных видео и так далее. В общем, проходите. Также подписывайтесь на канал, обязательно ставьте колокольчик, обязательно заходите в группу ВК. Там тоже много басового всякого контента, всяких вкусностей басовых, чтобы поднять себе, так сказать, мотивацию, поднять себе вдохновение, позаниматься на басу. В общем, всем спасибо, всем любви, доброты, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok